МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Навиэнергия» у студии Кристина Кранкевич. Добрый день у гэтым выпуском. Комбайнеры-тысячники и передовики водители на жневе. На дворе я спрыяю ворочной. Инвестиции у развитё. Могилёвское предприемство «Магатэкс» мая намер выйти на рынок Латинской Америки. Новую экспозицию, присвеченную братьбе Советской Армии Супрать фашистов, рыхтують у буйнича. Амаль 19 тысяч гектаров сбоживых и зерни бобовых убрали у господарках Могилёвской области на ранницу третьего жнивня. Гэта складает 5% от агульной площы. У Абл селегасхарчы удокладнили. Намолочено 62 тысячи тонн зерня при середней уроджайности 33 центнера з гектара. Лидеры Жнева, Бобруйский и Кировский районы, где убрано по 18% площов. А вот по уроджайности на первом месте Шкловский район 54 центнера з гектара. За им идуть круглянские городские. До речи, у полночных районах убрано по куль по 1% площов. У Могилёвской области, сгодно ранней информации, до комбайнеров-тысячников наближается экипаж Ивана Солоновича, акционерного товарыства «Рассветами» Орловского Кировского района. А так само Валентин Тарасевич и Владимир Шапялевич с «Колгаса-гигант» Бобруйского района. Уже у троих водителя перевезли больше за тысячу тонн зерня. У их лику и молодый водитель Юрий Манкевич с агрокомбината «Зара» Могилёвского района. Работу с 2007 года машину получил в этом году. Есть сравнение прошлой машины этой? Прошлая такая, старая была, эта новая. Удобнее с ней работать? Конечно. Большая грузоподъёмность. Сколько рейсов в день вы делаете? Ну, как придётся. Самое малое, чем рейсов. На данном поле произрастал яровой очмень. Урожайность составляла 65 сантиметров с гектара. Данное поле мы заканчиваем, переезжаем на соседнее поле. Это поле было 300 гектар. Следующее поле будет составлять порядка 85 гектар. Тоже с урожайностью приблизительно 65 сантиметров с гектаром будем убирать. Это хорошая урожайность? Ну, это достаточно неплохая урожайность, учитывая походные условия данного года. Как долго приходится работать в поле сейчас? До 11-12, до часу ночи, в зависимости от того, как туман или либо роса садится на растениях. С 9 часов мы уже начинаем уборку. Инвестиции, Малю, 76 миллионов белорусских рублев, отримала Магилевское предприятие Магатекс. Это выники удалого проходжения всех этапов экспертизы Державной программы инновационного развития Республики Беларусь. Как означают на Магатексе, полова названной суммой инвестиций – это безвыплатные сроки инновационного фонду. Остатнее – это активы предприятия, как уластные, так и кредитные. Их Магатекс повинен инвестировать в развитие предприятия. Новые станки означают и новые перспективные накерунки. Одночасово с модернизацией у Магатекси мкнутся повеличить долю готовой продукции в агульном объеме вытворчасти. Сегодня продукция компании экспортуется большим у 15 краин света – у Сярудьяких, Россия, Казахстан, Украина, Молдова, Узбекистан, Литва, Германия, Венгрия. Засвоение новых рынков сбыту дозволяя повеличивать и объем вытворчести. Была очень важна у нас поездка в Соединенные Штаты Америки, где мы встречались с рядом компаний, в том числе с представителем компании Walmart, это крупнейшая торговая сеть. Сейчас мы регистрируемся как одни из возможных поставщиков, ведем переговоры для того, чтобы можно было работать на американском рынке, и программа очень серьезная. По словах Виктора Матерьевича, не меньше текавый накерунок Латинская Америка. Для удела у тендеры у Перу, Боливии и Колумбии на предприятии подрихтовали новые узоры тканины. Перспективная продукция зараз проходит лабораторные испыты. Павел Савитки, Виталь Аляксеенко, Новины региона. У субботу, 5-го аж неюня, жихари в області змогуть традиционно звернуться с питаниями до простонюковой улады. Промы телефонной лініей пройдуть у Могильове и Бабруську, а так само во всех райвиканках Могильовщины. Наприклад, у Могильовским або виканках Могильовщины вы можете задать свои питания по развитию промисловости, палю на энергетическом комплексе и его эффективности. Звернуть увагу улады до питания конкурента з дольності промысловой продукции, а так само до навуковой, технічной и инновацийной дейності. У гэтый раз телефонування буде примать намесник старшыні Абл-виканкама Дмитрий Харытончик. Гарача лінія буде працювать с 9 до 12 годин. Нумер телефона у Могильове 50 18 69. У той же час у Могильовским гарвиканкаме разобраться з вашими зворотами да поможен намесник старшыні Александр Веракса. Нумер телефона для совязі 42 21 02. А намесник старшыні Бабруйскага Гарва Конкама Игор Кісель буде примать ваше питання по номере 76 21 41 у Бабруйску. У Могильові у дорожна транспортна імздарыні загінаў Жыхара обласного центра. Авары отбылась ночу на вулице Кривуліна. Калі ад дома номер 19 автомобіль Пежоу рызуся у грузовік Сканія спаў прицепам, які стаяў на краю проезжай части. По словах інспектору ДАИ, водитель автомобіля абраў небезпечную для себе худкості, як выник не справіўся з кірованням. У выник у ДТЗ пассажир легкавушкі отрымаў травмы, ад яких помёр на месце. По інформацій Дярж аутоінспекцій, ў адносіных до водителя заведіна кримінальна справа. І да іншых тем, солдаты і офіцеры, які ў гады вяліка і чынной, стали военнопалонными, отрымаюць ад Германии аднаразовую грашовую допамугу. Міністерства працы і соціяльной абароны Беларусі нагадвае, термін падачы заявок завершаецца ў верасні. Германскі БОК прыняў рашэнне выдаць грашовую компінсацію савецким военнопалонным. На гэтую выплату могуць различываць солдаты і офіцеры, які ў перээт с 22 шэрвіня 1941 года па 8 мая 1945 года траплялі ў германскі лагері военнопалонных. Граждане непосредственно сами должны обратіцца с заявлением, либо с законным представителем, которым он сам делегирует такое право. Вот эти граждане, из числа бывших военнослужащих, попавших в плен, должны подать заявку не позднее 30 сентября 2017 года. У Могилёвскі в області більш за 2700 вязня у фашистських концлагерів і тих, хто промусово працаваў ў Германии. Що дотэчись мінавіта военнопалонных, то ў областным комісаріаті ёсць известкі пра двух шалавек – 95-гадовага Івана Пятровіча Шэцікава Скрычава і 96-гадовы Павіл Пауліч Бобаўса Слауграда, які твойчы был ў палоні, але ў рэште вернув сабе офіцэрскі пагоны. Пекло прошёл он серьёзно, о чём говорит его послужной список. С июня 41-го і по декабрь 45-го был в рядах вооружённых сил і вот такой боевой путь ў офіцэра. Дважды ранен. Ранение тоже не из лёгких. Это проникающее осколочное ранение головы, ранение грудной полости с повреждением лёгких. Он к нам приезжал в прошлом году вместе со своим сыном. Ну, довольно-таки бодро себя чувствовал. У областным комісаріаті поведомили, у їх звездкі тільки односно офіцэрів і прапоршиков. А вось, хто зліку солдат і сержантаў был ў военным палоні, інформація нема за допамогай, звернулися да сельсавету і чыкаюць актыўнасці ата саміх грамадзян. Татьяна Сергеичык, Александр Тарасаў, Новіны Регіона. Новую экспозицію, прысвеченную барадзьбе савецкай армію «Супрать фашисту» у худким часі працтавець могилючанам і гостям в області. Реконструкція одного з эпізода ў піраюду Велікай Айчынай войны вядзецца над тэрэторію агралеса Тэхнічнага каледжа. Днямі тут завершилася будавніства цікавага аб'єкту низководнага драулянага моста. Летня спёка – не пірашкода для солдат. Это 188-й гвардзейской брыгады. Яны завершаюць будаваць драуляны мост. Была принята решэня на возведенні лініі абаранецельных рубежэй, которые размещаліся зэс в годы Велікай Айчынай войны. 70 гадоў таму падобная конструкція могла вытрамыць каля 60 тонн, а гэта два танкі часоу Велікай Айчынай войны. Дра конструкція моста падайшлі з ўсёй адказнастю. Проекціровчику Александру Самуйлову прийшлося звертаться до архівных запісов, каб аб'єкта трымався декладна такім жа, як яго папяреднік. При проекцірованні данного аб'єкта, я ёзучав, конечно, на литературу историческую, а також руководствуюся руководящими документами, настоящими. Мінові тагэты аб'єкта трымалися ўзвісті ўсяго за два дні. Вайскулцы ўпэўніны, шта такая худкай стала махчымы праздобрае ўзаємаразуменні солдатаў. В камадзі рабоцць не тяжело, коліксів слажаный. Рэконструкцію адна гозэпізода ў перую до Великай Айчынай войны ў Агралісатэхнічным каледжі плануюць завершыць ў гэтым месіце. Тут ёшчэ павінна з'явіцца ваэнная техніка, якая дапаўніць экспазіцію. Даре Сімянько, Александр Тарасов, Новіна регіона.